Главной ареной на второй очереди набережной в день физкультурника стала сцена и спортплощадка рядом с бассейном ЦСКА ВВС. Здесь не только звучали поздравления с праздником от руководителей муниципальных спортивных школ, клубов, федераций, городского департамента физкультуры и спорта, а также областного Минспорта, здесь проходили презентации разных видов спорта, развивающихся в Самаре. Организаторы праздника напомнили горожанам еще и о том, что планомерно продвигать здоровый образ жизни и развивать физкультуру и спорт в нашей стране начали еще 100 лет назад, в 1923 году. В честь этого события у главной сцены прошла экологическая акция. Волонтеры из вторсырья собирали плакат «100 лет Министерству спорта России». Здесь происходит флешмоб, мы выкладываем из крышечек красивую картину. Люди сами их собирали, потом отсортировали, вот у нас здесь их много, и маленькие дети, и взрослые, и родители, все вообще абсолютно разные возраста подходят. Привлекали внимание горожан и несколько десятков презентационных спортивных площадок на второй очереди набережной. Здесь можно было найти себе занятие по душе, от классической борьбы и шахмат до роликов и адаптивных видов спорта. Для многих теперь день физкультурника стал их личным праздником. Раньше относилось, ну, есть же день металлурга, ну, есть же там день, а теперь, да, это наш праздник. То есть в нашем календаре добавился новый праздник, день физкультурника. Ты идешь и смотришь. Во-первых, есть же реклама, афиши, где что. Посмотрел, одно дело вот как-то, ну, по телевизору, а это вживую. Причем на многих площадках можно попробовать себя, поэтому это очень важно. В Самаре развивается 104 вида спорта, десятки спортивных школ, несколько известных по всей России профессиональных клубов, баскетбольный Самара, футбольные крылья советов, хоккейный ЦСКА ВВС. Второе десятилетие в городе реализуется муниципальный физкультурный проект «Тренер по месту жительства». Становится популярным у горожан новая акция «Самара в движении». Мы подтягиваем те виды спорта, которые считали недостающими или отстающими, и привлекаем как можно больше людей, потому что это главная цель нашего у нас проекта – повлечь максимальное количество жителей, а это к 2024 году у нас получается 55%, а дальше уже к 2030 году это уже 70%, а дальше потом будет, наверное, 100%. Поэтому мы все усилия прикладываем к тому, чтобы с каждым годом это показать, что у нас становилось все выше, все качественнее. По традиции на спортивных мероприятиях никто без призов не остался. Лучших наградили почетными грамотами, дипломами и ценными подарками. Финишировал день физкультурника в Самаре легкоатлетическим стартом. Напомним, что вовлечение горожан в систематические занятия физкультурой и спортом – одна из главных задач национального проекта «Демография», реализация которого находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С 2018 года в регионе открыто около 150 спортивных объектов. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.